Популярный певец из душа в одной из московских квартир Родион Газманов, это сынишка Исаула, бросившего коня, награжден медалью Минобороны за участие в военной операции в Сирии. А знаете, какой подвиг совершил этот герой? Приехал в ту Сирию под усиленной охраной, спел песенку, теперь он ветеран боевых действий. Парни, солдаты, сержанты, офицеры, с кем я учился или, может быть, не учился, просто служил, я обращаюсь сейчас к вам. Тем, кто с конца 90-х перебрасывается из одной горячей точки в другую, к тем, кто ловили и ловят пули, получают ранения и даже инвалидность, а вы, ребят, лохи, оказывается. Все-таки он просто приехал, спел какую-то фигню, в итоге ты ветеран, и он ветеран. У тебя медаль и у него медаль, хотя нет, тебя, может быть, и не наградили медалью, не заслужил. Видимо, поздравляем боевого Бэтмена Родю и начинаем. Прекрасная новость для пропагандистов. Политтехнологи из Кремля придумали еще одного страшного врага России, на этот раз врага, наконец-то, внутреннего, и им стал бизнесмен и экс-кандидат в президенты страны Грудинин. Ну, с Навальным-то чего это не очень сложилось. Никто, кроме бешеных бабок из отрядов Путина, не хочет верить, что Алексей Анатольевич проект заморских спецслужб вроде Ленина, который должен взорвать великую и могучую изнутри. А вот с Грудининым есть возможность для маневра. Во-первых, подозрительно, как этот человек после падения Союза умудрился сохранить целый совхоз в Подмосковье и не развалил гад такой, как настоящие патриоты, а сохранил. А во-вторых, с чего это вдруг крупный предприниматель в нашей стране критикует главаря и его политику? Не нацеловывает, как все это делают в задний карман брюка, критикует. Да по-любе во всем этом есть что-то от лукавого, от луга лукавый, как мы знаем, в овальном кабинете сидит и, в общем, пошла на того вражину атака. Ну, на самом деле враг-то ведь он, а? Послушайте. Слушайте, мы что, идиоты, что ли, вообще не понимаем, что делает правительство? Это что, значит, собрать деньги со всех и отправить 25 миллиардов в Египет на строительство атомной электростанции? Это что, подход, скажем так, патриотический, что ли, по отношению к России? Вы что, не понимаете, что на самом деле мы находимся в ситуации, когда мародеры и манипуляторы захватили власть и манипулируют нами, вот и все. А мы с вами судим, а у кого там больше шансов? У партии Роста, у партии Дела? Слушайте, ни у кого. На Старой площади в столице долго думали, как наказать этого шпиона госдеповского за его подрывную антироссийскую деятельность. Да не просто наказать, а так, чтобы ему больно было по-настоящему не только Грудинину, кстати, ну и его хозяину Трампу. И, наконец, придумали. А давайте назло врагам предложили политтехнологи. Уничтожим этот гребаный подмосковный совхоз. Вот тогда в Вашингтоне точно попляшут. Сказано, сделано. 30 октября в Московский арбитражный суд поступил иск от группы акционеров совхоза к директору и основному владельцу на сумму в 1 миллиард рублей. Согласно иску, некоторое время назад господин Грудинин что-то там не то сделал с парой земельных участков, принадлежащих предприятию. Сделка оказалась убыточной. И теперь вот акционеры требуют возмещения ущерба. Сумму я уже озвучил ярд. Примечательно, что у всех вместе взятых вот этих вот акционеров пострадавших в собственности целых пол процента акций Грудининской клубничной фирмы. Слушайте, сколько ж тогда тот совхоз-то стоит, если держатели настолько мизерного количества ценных бумаг миллиардные убытки несут? Тут Газпром вообще отдыхает, ребят. Ну олигарх этот, Павел Николаевич. А мы-то думали. Ну и серьезно, вы же сами все понимаете. Подлость власти еще и в том, что они уничтожают бизнес. Они говорят о защите бизнеса. Вот успешный, честный бизнес совхоза имени Ленина. Они его уничтожают. Воспользоваться политическим моментом. Это подлость и гнусность. Это преступление, которое творится на наших глазах. Мне, если честно, противно. Я просто не вырубаюсь. Какие-то негодяи бегают по судам, подают заведомо кривые иски. Они прекрасно понимают, что тем самым участвуют в убийстве данного предприятия, данного совхоза. Ради какой высокой цели? Ну уничтожат тот совхоз. Будет на его месте автостоянка или какой-нибудь торговый центр, или какой-нибудь аквапарк. Куча людей без работы останется. Кому от этого станет легче? Или вот эти вот акционеры правда надеются, что им какие-то миллионы за их подлость заплатят? Да нет. Выкинут как использованный рулон туалетной бумаги? Не понимаю я и тех славоумных, которые обязательно будут следить за ситуацией по телевизору. Или в Рунете аплодировать и искренне радоваться тому, как грудининский совхоз пытаются нахлобучить медным тазом стабильности. Они что, правда верят, что таким образом по американцам каким-нибудь удар наносится? Ага, это ж насколько нужно быть пустоголовым, чтобы гадя у себя же дома под собственной кроватью считать, что таким образом ты мстишь соседу, что постоянно сверлит за стенкой. Это реальная журналистика. Мы в город изумрудный идем дорогой трудной. Тема сегодняшнего выпуска. Кто-то за мозгами, кто-то просто за компанию. А в Госдуре продолжают думать, как бы еще нам помочь избавиться от последних подштанников. Цены и тарифы на все уже подняли. Зарплаты повышать отказались. Пенсии отобрали. Безработных и нищих наплодили аж 25 миллионов человек. А после налогами обложили, назначив таких людей самозанятыми. Теперь вот до детей добрались. На минувшей неделе некто Ярослав Нилов, депутат Государственной Думы от ЛДПР, выступил с инициативой легализации детского труда с последующим обложением моноводанью. Речь, впрочем, идет не совсем о детях-детях, о подростках 14+. Некоторые ребята ведь в таком возрасте уже программируют, создают сайты, занимаются дизайном и даже работают как репетиторы. Так и пусть у таких дарований будет все по закону. Идет трудовой стаж, например. Пенсионные накопления начинают формироваться, резюмировал парламентарий. Я балду. В нашей славной стране людей всю дорогу грабят под какими-то невероятно благородными предлогами. А в голову вот этим вот недослугам народа не приходило, почему дети работать-то идут. Может быть, потому что папа с мамой не могут себе позволить лишних трат на ребенка. На покупку нового планшета, например, или телефона модного нет. Откуда все эти Ниловые безголовые берутся, хотя... Мастер-класс депутата Госдумы от фракции ЛДПР Ярослава Нилова состоялся в университете Синергия. Политик рассказал о своем пути в профессию. Еще в школе вместе с одноклассниками Ярослав Нилов организовал политический клуб. Туда приглашали чиновников, главпрефектур и депутатов. Гость вспомнил, как в течение полугода организовывал встречу школьников с Владимиром Жириновским. Он приехал, во дворе школы собралось порядка полутора тысяч человек. Все не ожидали его приезда, все ждали. Ну и можно сказать, что с того момента я уже глубже погрузился в те политические процессы, которые протекали в стране. Знаете, зачем я вам сейчас показал фрагмент данного кино? А чтобы продемонстрировать, ничего путного в своей жизни этот Нилов не делал. Физическим трудом не занимался, практики на реальных предприятиях не проходил. Он уже со школьной скамьи пошел в советское время, это бы назвали по комсомольской линии. То есть такой бездельник, человек, который всю жизнь сотрясал воздух ясен перец. Откуда ему знать, как живут простые смертные, вот и мелет всякую чушь. Ну и чем в таком случае все эти мальчата отличаются от судопроизводительницы Лизы Песковой или автогонщицы Мары Багдасарян? Ну и под занавес, раз уж с пакостника Трампа начали, давайте его пакостями и закончим. В Красноярск вас приглашаю, давненько туда не заглядывали. И видео, которое вы сейчас увидите, мне прислал зритель. Однажды гуляя по лесопарку в окрестностях города, он наткнулся вот на такую замечательную картину. Гуляем по лесу, вот яма, вот шалаш. Подходим ближе, не шалаш. Ртутные лампы. Похоже, что лежат давно. Да, это ртутные лампы, которые просто так на обычную свалку выбросить не получится. Такие вещи должны утилизироваться. Очевидно, что туда в лес лампы привезли из какой-то торговой структуры, может из организации. Неликвид, брак, не знаю. А почему в лес, спросите вы? А я не поленился и нашел, сколько стоит утилизация данных предметов. Предприятие Экоресурс, обезвреживание ртуть, содержащих отходов. Прайс до 100 лампочек, 16 рублей за единицу, до 515, ну и так далее. Посчитали ребятишки, видимо, и подумали, что-то дорого. Выбросим лесу и хрен с ними. Не важно, что там люди гуляют. Зона отдыха даже есть, шашлык, машлык, все дела. Плевать, широка ж страна моя родная. Много в ней лесов, полей, рек и всего остального тоже дофига. Особенно дураков. Ладно, все. Это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Подписывайтесь на канал в Ютьюбе. В соцсети добро пожаловать темы. Предлагайте, как вот этот вот зритель. Поднимем, обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Симуна! Девушка моя весь стоит! Королева красави! Обрата! Симуна! Субтитры сделал DimaTorzok